МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Приговор пожизненно. Оправдание стрелка изъялать мы суд не убедили. Деньги – пыль. В Рязанской области продолжают выявлять фальшивки. Под эгидой ЮИД в Рязани определили лучших знатоков правил дорожного движения. В трагедии в Елатьме, произошедшей в апреле 2020 года, поставлена жирная точка. Напомню, пять человек были убиты из охотничьего ружья прямо на месте. Свою вину стрелок признал частично, а раскаяние не выказал. Мотивы преступления следствия и суд искали почти два года. Но вот кроме абсолютно неоправданной жестокости в этом деле ничего не оказалось. Еласьма, Касимовский район, 2020 год. Вечер 4 апреля, ближе к 10. Компания молодых людей во дворе еще не подозревает, что их роковая ошибка в том, что они оказались рядом с домом, вернее под окнами, где проживал 31-летний на тот момент Антон Франчиков. Мужчина оказался в сильно раздраженном состоянии, а потому громкие разговоры во дворе вывели его из себя. Судом установлено, что вечером 4 апреля 2020 года в период времени с 21 часа 47 минут по 21 час 57 минут осужденный, находящийся по месту своего жительства в районном поселке Еласьма, услышав громкие голоса под окнами своей квартиры, вышел на балкон и увидел скандирующих спортивной кричалки пятерых молодых людей. В результате высказанных осужденным замечаний в рубоформе между ним и погибшими произошел словесный конфликт. После этого Франчиков взял свое охотничье ружье «Вепрь», вышел в подъезд, где и встретил своих оппонентов. Прозвучали 4 выстрела. От полученных ранений трое скончались на месте происшествия, а супружеская пара выбежала на улицу, где осужденный произвел у них еще 3 выстрела, в том числе в голову молодому человеку. От полученных ранений супруги скончались на ступенях крыльца, ведущих в подъезд дома. Вину в инкриминированном вам преступлении не узнаете? Судей, вы не рассказываетесь? Погибшая девушка была беременна. Франчикова задержали в тот же день. Его версии о мотивах были разнообразными. Сильное раздражение и шумная кампания, по его словам, вызвала потому, как громкие голоса мешали заснуть маленьким детям Франчикова. А ружье в подъезде он, по собственной версии, применял в качестве самообороны. Дескать, переживал за собственную жизнь. В ходе допросов он настаивал, что действовал в состоянии самообороны. Однако его доводы были опровергнуты собранными по делу доказательствами, в том числе полученными в ходе проведения комплекса следственных экспериментов и судебных экспертиз. Действия мужчины квалифицированы как убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах. 11 мая в Рязанском областном суде зачитали приговор Франчикову. Убийцу приговорили к пожизненному заключению колонии особого режима. Колония особого режима является аналогом смертной казни и предполагает максимально жесткий режим содержания заключенного. С начала года в Рязанской области обнаружили и изъяли всего 79 фальшивых банкнот. Это значительно меньше того объема, что был ранее. Самые популярные по-прежнему пятитысячные купюры, спрос на подделку иностранных валют упал практически до нуля. Выявлена всего одна бумажка в 100 долларов. И в этом ракурсе уголовное дело в Рыбновском районе сразу приобретает приставку «Гипер». Большая часть подделок в Рязань приходит из Москвы. Об этом говорит статистика. Именно здесь пронырливые москвичи пытаются сбывать свои фальшивки. Получается, правда, не очень. Вот и на этот раз очередного хитреца взяли в Рыбновском районе. Работниками прокуратуры Рыбновского района в суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 20-летнего уроженца Московской области, осуществившего приобретение и в последующем сбыт заведомо поддельных денежных средств. Молодым человеком совершено приобретение на территории города Москвы 17 поддельных билетов Центрального банка Российской Федерации. И последующих сбыт на территории Рязанской области путем оплаты приобретаемых продуктов питания в магазинах на незначительные суммы. Отделался в итоге москвич пятью годами условно за 17 фальшивок. Самые популярные для подделок сегодня пятитысячные купюры. Двухтысячные, впрочем, отстают не сильно. В общем объеме их порядка 40%. В статистике есть даже одна пятирублевая монета. В Банке России решили напомнить основные правила идентификации банкнот. Получился своеобразный лайфхак. Банк России рекомендует оценить не менее трех защитных признаков на просвет, под углом и тактильно. Буквы билет Банка России тактильно немножко выступают на бумаге. Также голографическое изображение на, допустим, тысячерублевой купюре тоже имеет свои оттенки, когда мы наклоняем или в одну, или в другую сторону. Также можно посмотреть на просвет. Водяные денежные знаки. Понятно, что в магазине получить подделку шансы мизерные, а вот на рынке вполне. Три нехитрых манипуляции с купюрой сомнения развеют. Ну а если нет, ваш путь прямиком в первый попавшийся банк. Там все установят со скрупулезной точностью. А вот на монетной фотовыставке «История Победы» от Банка России ни одной фальшивки вы не найдете. Зато сможете узнать и о памятных монетах, и о событиях Великой Отечественной войны, на них изображенных. Герман Гущин все оценил. С атрибутикой Великой Отечественной выпущено большое количество монет СССР и Банка России. Первая была от Чеканина в 1965 году, к 20-летию Победы. Тираж ее 60 миллионов экземпляров. Тогда, как говорит Людмила Емельянова, она была почти в каждой советской семье. Выставка посвящена памятным монетам, которые выпускает Банк России, посвященных победе советского народа в Великой Отечественной войне. Тема Великой Отечественной войны в нумизматике представлена очень хорошо, очень широко. Первая монета, которая была выпущена после долгого перерыва в 1965 году, была посвящена к 20-летию Победы Великой Отечественной войны. На монете был изображен солдат, воин-освободитель, памятник, размещенный в Германии, в Берлине, в Трептовом парке. В этом году в честь 77-й годовщины Победы Банк России выпустил монету «Орден Победа». Лишь 17 человек в стране стали кавалерами этого ордена, трое из них дважды. Среди награжденных был и уроженец Рязанской области, маршал Советского Союза Кирилл Мерецков. Он родился в деревне Назарьево Рязанской губернии. Сегодня это Зарайский район Московской области. 3 сентября 1945 года Мерецков был награжден Высшим полководческим орденом Победа за выдающийся вклад в разгром Квантунской армии и победу над Японией. На нашей фотовыставке представлено всего 10 фотополотен. Все они посвящены датам юбилейным, но выпущены не так давно, 50-е, 65-е годовщине Победы. Монеты как из недрагоценных металлов, латуни, мельхиора, также из золота, из серебра. Можно посмотреть каждую монету подробно, подойти прочитать про эту монету, из какого металла она была выпущена, в каком году, какой тираж был монеты, а также краткую историю по этой монете. Художники-медальеры, когда создают свои работы, очень часто вдохновляются фотографиями, символами войны или поэтическими произведениями. На одной из монет, которая представлена на выставке, можно увидеть солдата, который очень похож на Василия Теркина из поэмы Твардовского. Тем, кто очень хочет, можно взглянуть вживую. Выставка в лесопарке проработает до 20 мая. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязани прошел городской этап конкурса «ЮИД – это здорово». Юные отличники правил дорожного движения показали все свои знания и умения в ситуациях на дорогах, а также в творческой форме. Рассказали о необходимости соблюдения ПДД. Все, все готовы? Все на старт. По свистку команда юидовцев, юных инспекторов дорожного движения, выдвигается на автоплощадку. Это практически точная копия участка дороги. Здесь есть и знаки, и переходы, и даже лежачие полицейские. А также свой железнодорожный переезд. Сейчас его преодолевает Артем, участник команды 71-й школы. Пятиклассник участвует в соревнованиях второй раз. Задача звучит просто – проехать по контрольным маршрутам, соблюдая правила ПДД. Ну, сложно то, что непонятно было объезжать, как что. А так все легко. На автоплощадке 16 команд из Рязани. Каждая представляет свою школу. Здесь только лучшие из лучших, которые показали наивысшие результаты в своем учебном заведении. На автоплощадке проверка практических навыков. Теорию ребята уже сдали. Для юидовцев это должно быть просто. Юные инспекторы дорожного движения – это первые помощники сотрудников госавтоинспекции. Так как дети с раннего возраста изучают требования правил дорожного движения, оказание первой медицинской помощи. Умеют в интересной и задорной форме другим детям, школьникам, своим одноклассникам рассказать о требованиях правил дорожного движения. Лучшие команды поедут на областные соревнования. В каждой возрастной категории, а их две – победители свои. Юля участвовала в первый раз. Призналась, что сильно волновалась. Сначала мне было очень страшно, но потом, когда я уже узнала маршрут и поехала, уже было немного легче. Сама Юля оценивает свой заезд на «хорошо». Команда Юит из 40-й школы завоевала первое место в младшей возрастной группе. В старшей победила команда из 63-й школы. Теперь, если команды также выступят на областном этапе, то впереди всероссийские соревнования. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Вот уже 20 лет студия «Калибри» «Альма Матер» для всех детей, желающих рисовать, лепить и творить. Сегодня в библиотеке имени Горького открылся самый масштабный за все время существования студии проект, который продлится неделю. Название арт-фестиваля «Философское». Дом как сад, сад как дом. Конкурсы, мастер-классы от рязанских художников – открытые уроки преподавателей студии «Калибри», которая почти на неделю практически переедет в библиотеку. В ближайшие 10 дней ознакомиться и прикоснуться к творчеству известнейшей детской школы-студии может любой желающий абсолютно бесплатно. Дом как сад и сад как дом. Идет речь, конечно, не о садоводстве и не о зданиях, а о мироздании. Потому что мира нам сейчас всем-всем очень хочется, чтобы мир был в семье, мир в городе, в стране, во всем мире. Стартовал арт-фестиваль с открытия сразу двух выставок на первом и втором этажах библиотеки. В истории «Калибри» это самая грандиозная выставка, потому что здесь около 200 работ, больше, гораздо 120-130, мы еще не успели посчитать, сколько у нас авторов, у некоторых там по 2-3 работы. Поэтому это для нас тоже событие. На открытии ученики Людмилы Львовны, которые сегодня известны в городе люди. Андрей Кашаев анализирует, как удается студии столько лет хранить волшебство и делиться им с окружающими. Людмила Львовна, она совсем не меняется. Это сплошная доброта, это вдохновение, это способность проникнуть в душу ребенка и развивать ее, приносить тем, кто с ней общается, радость. Поэтому студия «Калибри» и то, что ученики делают, это великолепно. Радостная, беззаботная суета, шедевральные и, главное, узнаваемые по почерку студии работы в залах. Ощущение праздника, весны, пробуждения, детский смех и ясные глаза юных творцов. Эта атмосфера будет царить в библиотеке в ближайшие 10 дней. Ознакомиться с расписанием можно в социальных сетях студии «Калибри» и областной Горьковской библиотеки. Еще больше новостей на нашем сайте www.город62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин